В этот день, 4 октября 1853 года, адмирал Геннадий Невельской поднял на Сахалине российский флаг. 4 октября 1921 года был основан Государственный банк СССР. 4 октября 1957 года состоялся запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Спустя ровно 7 лет в Москве открыли монумент покорителям космоса. В этот день, 4 октября, родились Алексей Рокчеев, генерал от артиллерии и военный министр. Долгие годы правая рука императора Александра I, автор реформы в военных поселениях. Министр внутренних дел Петр Валуев, председатель комитета министров Российской империи, один из творцов и великих реформ 1860-х годов. Физик и академик Виталий Гейнсбург, нобелевский лауреат 2003 года, за вклад в развитие теории сверхпроводимости и сверхтекучести. Александр Кимурджиан, инженер, основатель советского космического транспортного машиностроения, создатель первых планетоходов. Он автор более 200 научных трудов, в том числе 5 монографий и более 50 невероятных изобретений, которые в свое время относили к разряду научной фантастики. Александр Кимурджиан, доктор технических наук, лауреат Леонидской премии, кавалер массы орденов, кстати, и боевых тоже. Главным делом жизни Кимурджиана стало создание космической техники и участие в проектировании первого в мире автоматического самоходного аппарата для исследований поверхности Луны, знаменитого лунохода. А вот имя самого Кимурджиана долгие годы было засекреченным. Мировая слава к нему пришла только после распада СССР. Ученый родился в 1921 году во Владикавказе. Все, кто помнили его детство, рассказывали, что мальчик постоянно что-то мастерил, рисовал невероятные машины. Тогда никто и не подозревал, что детское увлечение перерастет в деятельность конструктора. В 1940 году Кимурджиан поступил в Московский военно-технический университет имени Баумана на танковый факультет. Когда началась Великое Отечественное, он рвался на фронт, но ему раз за разом отказывали из-за крайне слабого зрения. Но в 1943 году, благодаря ошибке, он получил необходимые справки о годности к службе. Прошел Курскую дугу, бои в Белоруссии, Украине, Польше. После демобилизации Кимурджиан восстановился в ВУЗе, а после его окончания получил направление в Ленинградский, засекреченный в НИИ-100. В 1959 году Кимурджиан стал начальником отдела новых принципов движения. Первая его разработка на новом месте – боевая разведывательно-дозорная машина на воздушной подушке. Необычный танк мог вместить 12 солдат и мог преодолеть любые болота, бездорожье и водоемы. В 1963-1973 годах Кимурджиан возглавлял работы по проектированию и созданию самоходного автоматического лунохода и малого марсохода. Именно под его руководством появился этот знакомый всем нам теперь луноход. И советский марсоход, похожий на книжку на лыжах. Не совсем экзотический аппарат для прыжкового передвижения по спутнику Марса Фобосу, проб ФП. Дело в том, что сила тяжести Фобоса в 2000 раз меньше земной, и ученым пришлось придумывать совершенно необычный способ движения агрегата. А еще с помощью приборов, конструированных под руководством Кимурджиана, получены данные о физико-механических свойствах грунта Луны и Венеры. Его опыт по созданию дистанционно управляемого транспорта сыграл огромную роль после Чернобыльской аварии. Через две недели после катастрофы Кимурджиан побывал на АЭС и оценил ситуацию. Он вернулся в Ленинград и за неделю создал специализированного робота СТР-1. Машина состояла из самоходного шасси с приборами и оборудованием, в том числе с бульдозерным ножом для дезактивации территории. Два таких робота более 200 часов расчищали завалы. Ими было удалено почти 100 тонн радиоактивных материалов. Это позволило исключить работу в опасных зонах более тысячи человек. Кимурджиану неоднократно предлагали остаться в США, осурили выгодные контракты. Ученый остался непреклонен, всегда возвращаясь на родину, с которой стартовали в космос спроектированные им машины. Имя Кимурджиана внесено в книгу «Выдающиеся люди XX века», изданную в Великобритании. Его имя носит «Малая планета в нашей Солнечной системе». Продолжение следует...